Дорогие друзья, сегодня совершенно особенный день для Московской консерватории, для всех нас, для вас. И это не только связано с тем, что сегодня начинается официально год Игоря Федоровича Стравинского. Это, конечно, замечательная перспектива нашего общения. Но еще и потому, что это есть не только начало, но и совершенно для нас драгоценное продолжение. Продолжение того, чем был наполнен год предыдущий, сезон предыдущий, юбилейный Московской консерватории, и где вот этот акцент на музыке Стравинского уже произошел, причем совершенно уникально для Московской консерватории это площадь. И нам подарил эту радость Владимир Михайлович Юровский, который включился в фестиваль «Парад дирижеров». И в этом фестивале исполнил одну из самых сложных программ именно Стравинского. Причем там прозвучала очень редко исполняемая музыка Стравинского. Это был и фейверк, и фантастический скетц, и звездодики. И, конечно, для вот этого оркестра, для этих студентов и воспитанников Московской консерватории, это была великая удивительная школа. И вот когда мы в тот момент благодаря Владимиру Михайловичу поинтересовались, а есть ли возможность продолжения, то он сам сказал, что всячески поддерживает такого вот общения, общения дирижера, мастера и тех оркестрантов, которые только начинают подниматься на этой лестнице мастерства. И вот поэтому сегодняшний концерт, он так совпал, можно сказать, что это никак не планировалось, как официоз, никоим образом. Но это была наша надежда, которая сегодня как раз оправдывается. Вновь Стравинский, вновь наш оркестр, и вновь за пультом Владимира Ивановича. И в тот раз, так и на этот раз, совершенно удивительно составлена программа. Это действительно концепционная такая программа, в которой есть эстафеты и эстафеты. Потому что сочинение Стравинского, которое он написал, остро переживая утрату учителя Николая Андреевича Ильинского курса в 1908 годах, учителем которого он учился вне стен консерватории, причем это было именно обоживание самого Ильинского курса, профессора Петербургской консерватории, но увидев талант и неповторимое своеобразие этого таланта у молодого Игоря Стравинского, он ему рекомендовал именно тот путь, по которому и повел сам, как воспитатель, как мастер. Поэтому вот это сочинение, оно было пронзительным в тот день, когда обращались Николай Андреевичем. Звучало оно в Петербургской консерватории. И судьба его дальнейшая, вам уже, наверное, известна из программки, утрата рукописи, партитуры. И спустя многие-многие годы находка, удивительная находка в тех же самых архивах Петербургской консерватории. Оно было впервые исполнено в декабре в Петербурге Оркестром Мариинского театра под управлением Мария Гиргиева. И вот сегодня будет первое исполнение в Москве этого сочинения. И, конечно, не случайно, что предваряет вот это долгожданное восприятие этой музыки именно музыка Римского-Корсакова, причем именно того Римского-Корсакова, который тоже отразил эпоху, то есть как раз та самая эпоха начала XX века, когда он стал совсем иным, не таким, как Снегурочки, не таким, как Китежи. И вот это пересечение стилистическое и техническое, они, конечно, в этом сочинении очень интересны. Но вот я уже об этом совсем не хочу говорить, потому что лучше, чем Владимир Михайлович, об этом не скажет никто, а тем более не исполнить это после этого. Но хочу воспользоваться ситуацией и сказать, что вот у меня в руках диск запись с того самого концерта прошлогоднего, где наш орхесток исполняет Стравецкого под управлением Владимира Юровского. Наши творческие народы, Римский Ключ, из Украинского Камня, тоже отмечает такие встречи, как сегодняшние, и позвольте вам также с удовольствием в этом приобрести вместе цвета. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот это сумма по Саводорским подарком, я не буду его комментировать, но уверен, что он доставит удовольствие Владимира Михайловича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я хочу упомянуть вниманием со стороны консерватории. И прежде всего я трону тем, что нам была предоставлена возможность сыграть сегодня вечером для вас то, что мы вот сейчас сыграем, а именно два сочинения Стравецкого и последнее сочинение Римского-Хорского. На самом деле, сюит уже делал не он сам. Это делалось по его задумке, Максимилиан Штейнгардон. Его уже к тому времени не было в живых. Мы были практически первыми, кто, когда узнали о находке Натальи Брагинской в Петербурге, написали письмо ректору Петербургской консерватории от имени Римского. Римского Московского консерватория от имени Госоркестра с просьбой разрешить нам включить это сочинение в концерты, которые мы готовили в прошлом году. А концерт этот был посвящен 45-летию за дня смерти Терри Стравецкого. Тогда еще не был выяснен вопрос правообладания этого сочинения, потому что оно было написано еще в той революционной России. Как известно, права на сочинение Стравецкого переходили к разным издательствам. В итоге это оказалось в издательстве вузы и ПОПС в Лондоне, который предоставил нам любезно материал. Сочинения еще официально не опубликованы. В имени партиктуру нельзя купить в магазине, как партиктура в других сочинениях Стравецкого. Она была специально для нас отпечатана. После исполнения Мариинским театром и Валерия Берлиной они отозвали голоса, там были найдены еще какие-то ошибки, потом они прислали это нам. Мы тоже какие-то ошибки еще нашли. Так что я думаю, что этот процесс какое-то время еще займет, прежде чем эта партиктура увидит свет в окончательном варианте. Но это очень важная находка с точки зрения завершения портрета Стравецкого, каким он перед нами предстает от его самых ранних опытов, с его симфонией бинутой мажорной, до последних сочинений, таких как «Вариации памяти Олдоса Хакслия» или «Рагина пресновения». Стравинский композитор хамелеон, композитор многих ликов и массок, композитор на фоне деятельности которого прошел весь 20-й лет, практически весь 20-й век. Он закончил свою деятельность в 69-м году, умер он в 71-м, но эта большая часть века прошла на его глазах, и он, по-моему, определил развитие музыки этого века. В том сочинении, которое мы услышим сегодня вечером, Стравинский еще ищет себя. Это еще композитор, не полностью устоявшийся в своем стиле. Он еще очень явственно принадлежит фону классической русской музыкальной школы, там и влияние Римского-Хорского, и Балакирева, и соседство с молодым, но старшателем имени его, на десяток лет с Крябином. Какие-то отдельные фразы могли бы быть сочинены Глазуновым или Лядовым. Вместе с тем слышно очень острое влияние Вагнера. Стравинский ездил в Байрот, и слышал в Байроте и Гибель богов, и Пасхо, и оба эти сочинения каким-то образом нашли отражение, по крайней мере, в заключительной части погребальной песни. И вместе с тем, если мы вслушаемся в самое начало этого сочинения, это та же жарптица, но только сыгранная в обращении. Жарптица начинается ходом вниз, потом вверх, а погребальная песня начинается грамматические входы вверх, потом виспадающие интонации. То есть там весь Стравинский уже в зародыше имеет место. Сам Игорь Задович, как известно, очень сокрушался в пути этого сочинения, и втайне надеялся, что во время его визита в Советский Союз в 1962 году каким-то образом разыщится партитура. Ее тогда не нашли. Но он очень огорчался, говорил, что мне теперь по памяти этого не восстановить уже слишком много лет прошло. А сочинения для меня очень важные, потому что там наметились определенные измедения моего гармонического языка, говорил Стравинский, которые привели к более поздним моим сочинениям, тоже написанным в память. Ушедшая картин, например, как симфония духовых, памяти Дебюси. И вот сейчас у нас появилась счастливая возможность восстановить эту картину, и отныне Стравинский, как композитор, предстает перед нами во всем великолепии и разнообразии своего творческого лица. Хочу еще одну вещь сказать, которая для меня очень важна и представляется существенной в наше время. Заключается она вот в чем. Когда проводится ход того или иного композитора, того или иного автора, это привлекает к нему безусловное внимание. Когда речь идет о таких авторах, как Прохожев, Стравинский, это, безусловно, благо. Но мне кажется, очень важно, чтобы в течение таких вот посвященных великим творцам готов звучали не только те сочинения, которые звучат так или иначе, чтобы все-таки с полок извлекались незаслуженно забытые или неисполняемые, которые причиняют сочинения, ведь они уже живая часть нашей традиции. Они перестали быть современными композитами. Они часть классики, они часть классического наследия. Поэтому очень здорово, что в России год Стравинского сейчас. Но для меня, например, как для музыканта, год Стравинского никогда не начнется, потому что он никогда и не заканчивается. И в прошлом году мы сыграли здесь, на этой сцене, очень интересный концерт, и блестяще с ним справились молодые студенты консерватории. И у нас планы на будущие годы. Пусть этот год Стравинского станет залогом того, что мы наконец-то приняли все творчество Стравинского, а не только его первую часть, русский период, как часть классического наследия. И то же самое относится к композиторам, его современникам, как Шеннерку, Бергу, Веберну, Барта Кур и многим другим. И мне кажется, что в этом огромная заслуга Московской консерватории, что деятельность этих авторов постепенно входит в плоть и кровь молодых студентов. И таким образом и отношение к современной музыке, музыке, которая создаётся сегодня, музыка, без которой нет нашего будущего, естественным образом меняется. Поэтому сегодня мы вам сыграем ту музыку, которая исторически связана с погребальной песней, но в будущем мне хотелось бы, чтобы мы прочертили мостик через столетие. И сочинение, написанное в 1908 году, стояло рядом с сочинением, написанным в 2008 году. Потому что и сейчас пишется много замечательной музыки, но нам, музыкантам, ещё надо приложить очень много усилий и профессиональных, и душевных, человеческих, для того, чтобы эта музыка вошла в плоть и кровь и стала нашей повсемерностью. Спасибо. Стравинский. Погребание поясня сочинение пятое. Первое исполнение в Москве. Исполняет концертный симфонический орхестер Московской консерватории дирижер Владимир и хороста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.